Сегодня Бердский городской суд перешел к рассмотрению дела в отношении директора управляющей компании «Вымпелсервис» Николая Яковченко. Напомним, что в сентябре этого года на детской площадке, находящейся в ведомстве его управляющей компании, на ребенка упала горка. В результате 9-летний школьник получил серьезные травмы. Уголовное дело в отношении директора группы компании «Вымпелсервис» Николая Яковченко было возбуждено в связи с ЧП, случившимся 16 сентября прошлого года. Тогда на детской площадке дома номер 17 по улице Комсомольская на 9-летнего Данила Шабатько упала незакрепленная горка. Мальчик получил серьезный перелом руки. Дело Николая Яковченко разбиралось 1 июня. Сторона обвинения настаивала на том, что Николай Яковченко, зная о том, что горка во дворе представляет опасность, отказал в проведении ремонта. «Достоверно зная о том, что указанная металлическая горка находится в управлении залога «Вымпелсервис» и представляет опасность для жизни потребителей, дал указание подчиненному и ему сотруднику Юрского института залога «Колумпелсервис» и подготовить ответ обратившимся гражданам об отказе в ремонте детской площадки, в том числе представляющей опасность металлической горки, расположенной на дворе него квартирного угла на 17 по улице Комсомольского города Берска». Сам Николай Яковченко в беседе во время перерыва в заседании суда заметил, что горка находилась на территории, которую его компания не обслуживает. Согласно уголовному кодексу, Яковченко грозила лишение свободы до двух лет, однако в силу того, что подсудимый возместил ущерб семье Шабатько, сторона обвинения ходатайствовала о прекращении уголовного дела. Яковченко загладил причиненным его действиями вред, а именно полностью признал в ему и принес свои извинения законному представителю несовершеннолетнего потерпевшего, а также полностью возместил причиненное имущество на моральный вред. Согласно справке 2 НДФЛ, материальное положение Яковченко позволяет в случае назначения ему судебного штрафа выплатить его. На основании изложения, я руководствуюсь Уголовным процессуальным кодексом и Уголовным кодексом Российской Федерации, следователь ходатайствует перед Бердским городским судом о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого Яковченко Николая Александровича, 78-го года рождения, за совершение им преступления небольшой тяжести и о назначении обвиняемого Яковченко меры уголовно-правого характера в виде судебного штрафа. Потерпевшая сторона подтвердила, что подсудимый принес свои извинения и выплатил 200 тысяч рублей на лечение ребенка. Причиненный преступлением ущерб был заглажен в полном объеме? В полном объеме. Согласно оглашенного ходатайства следователя, в нем указано о том, что обвиняемый принес свои извинения. Это действительно так? Да. Сам Николай Яковченко с ходатайством обвинения согласился. Он попросил только о снижении суммы штрафа. В итоге, изучив материалы дела и позиции сторон, судья Наталья Агеева назначила Николаю Яковченко штраф в размере 50 тысяч рублей. Российской Федерации.